Пёстрые ковры и совсем крошечные саженцы, цветочный рай, весной теплица и зеленхоза, буйство красок. И всё это великолепие окутано тонкими цветочными ароматами. На столах и грядках полтора миллиона саженцев. Это своеобразный детский сад для цветов, где их выращивают до момента, когда они окрепнут, наберут силу и будут готовы переехать на городские клумбы. Каждый цветочек заботливо пикируют и пересаживают в отдельную ячейку. Ассортимент радует. Здесь соседствует четыре десятка видов цветов и растений. Есть еще и разные сорта, только питуньи – 40 разновидностей. Растения особенные, устойчивые к внешним факторам. Очень много сортов питуньи и цветовая гамма большая. Она выдерживает загазованность города, выхлопные газы, а также может выдержать солнце, когда у нас очень солнечная погода. И выдерживает то, что немного она, когда подсыхает, не вовремя как бы полито, она набирает опять тургор и восстанавливается. Рядом с питуньями – алые сальвии, родноцветные тагетисы, пеларгонии и агератумы. Все они в ближайшее время станут украшениями парков, скверов и газонов на улицах. В этом году цветущие площади в Самаре станут больше на треть. Всего яркими растениями планируют украсить больше 28 тысяч квадратных метров городских территорий. В два раза увеличится количество подвесных хашпо и вертикальных конструкций. Будут и сюрпризы из живых растений в футбольной тематике. Основное внимание уделено общеградским объектам, как я уже сказал, гостевым и туристическим маршрутам. Будут установлены новые скульптурные композиции. Только в этом году будет установлено 16 новых топиарных скульптур, посвященных футбольной тематике. Самара действительно становится цветущим городом. И кроме уже привычных тагетисов из сальвии, клумбы заселяют и новички. Так в прошлом году в городе прекрасно обосновались бегонии. Хотя требования к цветам строгие. Радовать горожан они должны как минимум до осени. Выход в свет новичков из теплиц начинается уже в конце апреля. Красные тюльпаны из сальвии зацвели ко дню победы. Сотрудники зеленхоза постарались успеть украсить как можно больше городских улиц. Акцент на те, где проходят акции памяти. К 9 мая на большой клумбе рядом со дворцом ветеранов буквально рисуют цветами. Здесь появилась большая красная звезда из ярких сальвий. Чтобы рисунок выглядел еще четче, сальвии обрамляют нежные серебристые цинерарии. Растения только высадили. Сейчас их польют за несколько дней. Они примутся, немножко подрастут. И уже ко дню победы будут во всей красе. Перед капризами погоды ветреного мая этого года цветы должны устоять. Высаживают только закаленные экземпляры. В теплицах их растили с февраля, но условия не всегда были тепличными. У нас в оранжевее постоянно проводится закаливание растений. Открываются форточки, проветривание проводится, чтобы растения уже потом более-менее комфортно себя чувствовали. 9 бригад садовников и цветоводов трудятся над озеленением города в каждом районе Самары. На Молодогвардейской ввысь устремились разноцветные яркие петунии в специальных вертикальных конструкциях-лодочках. На улицах Молодогвардейской и Куйбышева таких сложных кашпо появится больше трех десятков. Рядом будут величественные туи. Их установят больше ста штук. Труд нелегкий и кропотливый. Сотрудники зеленхоза надеются, вандалы не испортят красоту. А такие случаи не редкость. Сами конструкции не подвергались вандализму. Нет. Ну а то, что касается петунии, то да, выкапывают, выкапывают жители. Хотела бы обратиться ко всем жителям нашего города. Пожалуйста, это делается красота для вас. Садовые работы кипят и в сквере героев 21-й армии. Его украшают декоративными хвойными деревьями. К озеленению города здесь подключились бизнесмены. Через несколько лет эти саженцы превратятся в стройные пушистые деревья. А пока это совсем крошки – туи, можжевельники и барбарисы. Деревья, хоть и более привычные на юге России, в самарском климате освоились неплохо. Можжевельник достаточно стойкий к погодным условиям. А вот нежным туям требуется особый уход. Единственное, что туи, вот мы на зиму будем ее закрывать для того, чтобы они не получили весенний ожог от солнца, от снега. Чтобы композиция немножко была выразительной, более выразительной барбарисы. У них листья обычно даже летом красные такие, красочные. Композиция будет выглядеть вообще красочно, украшать будет вот это место. Посадка деревьев в сквере – тоже часть программы «Цветущий город». Но садовники – непривычные. С лопатами и совками в руках руководители самарских компаний. Представители бизнес-сообщества и предоставили саженце украсить любимый город за честь. И такая возможность есть у каждого. Мы знаем свои возможности. Это все мы сможем сделать красиво не только на стадии посадки, но и потом будем ухаживать за этим. Так что вид приятный, благородный сохранится на веки вечные, чтобы не только для себя было, но для всех жителей города. Стройные красавицы обосновались и на Самарской набережной. Высокие ели радуют горожан круглый год. Но не всегда даже такие величественные деревья могут устоять перед атаками вандалов. Как произошло прошлой зимой? Неизвестные люди с непонятно какими целями беспринципно просто спилили огромную 30-летнюю ель. В мифологии многих народов ель – символ вечной жизни. И ели будут жить. Вместо утраченного дерева на набережной высадили сразу 10 новых молоденьких хвойных красавиц. Им всего по 18 лет. Для вечно зеленых символов Нового года возраст практически младенческий. Когда подрастут, станут пышнее. А в высоту не меньше 30 метров. Они гарантированно приживутся, потому что они выкопаны буквально вчера. Специально корневая система сохранена и упакована, скажем так, в специальную мешковину и специальная сетка из тонкого металла, который вреда потом корневой системе не нанесет. С покупкой саженцев опять же помогли предприниматели, которые в плане привлечения клиентов заинтересованы в красоте окружающей действительности. Провели работу с предпринимателем, частным собственником этого здания. Они откликнулись и предоставили нам 10 елей, которые мы традиционно перед городским субботником ежегодно высаживаем. То есть как бы ели хорошие, большие, трехметровые нам 10 елей, которые мы традиционно перед городским субботником ежегодно высаживаем. Эти пока скромные кустики, всего несколько голых веточек, когда расцветут, будут усыпаны разноцветными шаровидными сосветиями. У нас самые лучшие. У нас уже цветовая почка с текстер. Украшения сажают тоже по инициативе представителей бизнеса. Гортензия дама нетребовательная и морозы переносит легко. Главное – хороший полифр весной и летом. По программе «Цветущий город» к украшению улиц привлекают жители и общественные организации, частных предпринимателей, волонтеров и активистов. Это весной, пока не столь привычные для самарцев «Цветущие кусты» сажают и на Ленинградской. Всего же в Самаре высадят больше пяти тысяч гортензий. Около филармонии недавно за садовые работы взялись активисты организации «Воспитанники комсомола. Мое отечество». Жительница Самары и садовод со стажем Людмила Голубева за работу берется с энтузиазмом. Солнечная погода и хорошее настроение в помощь. В начале моего отечества. Жительница Самары и садовод со стажем Людмила Голубева за работу берется с энтузиазмом. Солнечная погода и хорошее настроение в помощь. Очень были красивые гортензии. Они очень радовали глаз, потому что они цвели все лето белым цветом, а к осени становились розовые, и от них поднималось настроение. Я думаю, все, кто будут приходить сюда в филармонию, их тоже будут радовать эти цветы. Теперь храм и искусство обрамляют две сотни кустов гортензий. Активисты уверяют, если каждый внесет свою лепту, Самара преобразится гораздо быстрее, а времени и сил нужно совсем немного. Обрамляют две сотни кустов гортензий. Активисты уверяют, если каждый внесет свою лепту, Самара преобразится гораздо быстрее, а времени и сил нужно совсем немного. Ежедневно принимать цветочную терапию. Через год гортензии расцветут на всю клумбу, если, конечно, будет должный уход. А об этом активисты садоводы непременно позаботятся. Город-сад – это про Самару. Украсить яркими цветами свой собственный двор и клумбу под окнами может каждый. Если вы тоже участвуете в преображении Самары, а ваше хобби – красивые цветники, ждем вашего рассказа об этом в нашей группе «Самара – чистый город» в социальной сети ВКонтакте. И о ваших трудах и достижениях узнает вся Самара. И красивые цветники. Ждем вашего рассказа об этом в нашей группе «Самара – чистый город» в социальной сети ВКонтакте. И о ваших трудах и достижениях узнает вся Самара.